Здравствуйте! На библейском портале Экзегет мы продолжим сегодня вчитываться в 118-й псалом царя Давида. Вот что сказано в 152-м стихе этого псалма. «Издавна узнал я об откровениях твоих, что ты утвердил их навеки». Утвердил их навеки, откровения. Давид узнал это опытом, опытом своего познания Бога внутренним его присутствием перед ним. И, как вспомним, псалом начинается словами «блаженно-непорочные пути, ходящие в законе Господнем», то есть слушающие Слово Божие. И вся книга начинается словом «блажен». «Блажен» и жених не ходит на совет нечестивых, но в законе Божьем он. Так вот, это блаженство. То есть, что такое блаженство, значит, надо уточнить. К этому стиху «Издавна узнал я об откровениях твоих, что ты утвердил их навеки», стоит привлечь слова из Евангелия от Матфея. Прежде чем начать Нагорную проповедь свою, Иисус говорит так. «Ибо истинно, говорю вам, доколе не приедет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все». Ну, тут надо, конечно, иметь в виду, что он говорит об исполнении неких формальных правил. Мы знаем, что Господь сам нарушал, скажем, очень важную заповедь о субботе. Не потому что был небрежен, а потому что тем самым указывал на подлинный, скрытый для книжников смысл этой заповеди. Но исполнение закона – это имеется в виду, так сказать, свершение всего до конца определенного, выраженного законом, смысла, опыта, так скажем правильно, опыта богопонимания, богопознания, доступное Веткому Завету, откровение Бога о себе исполняется, то есть совершается до конца, ко времени явления Христа Иисуса. И это означает, что закон действительно не поврежден, не разоблачен в какой-то неправде, но, наоборот, будет исполнен. Потому что что такое жизнь вечная, которая свидетельствует Евангелие? Что такое Царство Божие, которому в конечном счете ведет Господь свой народ? Вначале обещая некое успокоение на земле, некую землю обетованную, не то чтобы Господь приманивает народ своим таким обещанием, а потом оказывается, что никакой земли обетованной нет, народу этому уступить негде спокойно, он терпит поражение. Напротив, через все поражения, через все гибельные испытания, которые приживает этот народ, черезрушение храма, скажем, вавилонянами, все равно, не то чтобы все равно, но напротив, через это, как через новую ступень, мощную и сильную, чем дальше идет народ, тем ступени выше и труднее, народ познает, что путь его к царству большему, чем какое бы то ни было земное царство. Так вот, это все содержится в законе, и самым образом это выражено пророком Давидом. Вот как в 144 стихе, «Правда откровения твоих вечно, разуми меня, и буду жить». Это опять сближается с теми словами, с которых Иисус начинает на горную проповедь. «Доколе не претит небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не претит из закона». Смотрите, вечная правда божественных откровений приобщает человека к жизни. Почему мы читаем этот псалом при погребении? Казалось бы, что людям, которые печально провожают последний путь, так сказать, человек, что покойнику, до слов, которые читают над ним, «Блаженный и порочный путь, ходящий в законе Господнем, Аллилуйя!» Ну вот что ж так. А это на самом деле лучшее, что на самом деле человек может узнать в такой наиважнейший момент в своей жизни, как переход из временного бытия ожидаемому во втором пришествии бытию вечному через воскресенье. Прежде чем это совершится, бытие человеческое существование, вернее, так сказать, существование человеческого завершается, но путь к Богу отнюдь не прерван, он восходит на какую-то иную, в иную стадию, это путешествие ко встрече с Богом. И тут не о оставленных каких-то материальных радостях может быть речь, ни даже о человеческих отношениях, которые были так драгоценны и радостны только что оставляемой жизнью. Речь может идти о той полноте, о той новизне, о той радости, которой лучше, чем выражается в 18-й Псалом и не выразишь. Поэтому это, конечно, очень так оптимистично, могу сказать, для человека, который сознательно верует, обращение к 118-му Псалму в тот момент, который для людей неверующих кажется наипечальнейшим и свидетельствует о конце. Чейн этого Псалма о том свидетельствует, что смерть не является отсутствием жизни, что это, скорее, очень высший момент жизни, которое не просто есть биологическое существование. Одним словом, читаем 118-й Псалу. Вот что говорит нам пророк Давид дальше. «Велик мир у любящих закон твой и нет преткновения». Ну, у любящих закон Божий, у народа Божьего, как мы знаем, исторически, преткновения были непрестанно, и самые шли не наешь тяжелые. И, казалось бы, если говорить только о потомках Авраама, конкретно о народе иудейском, он пережил худшее в своей жизни, совершенное разрушение храма и столицы своей Иерусалима, совершенное рассеяние, казалось бы, нет. Есть. Что же есть? Есть новый Израиль, есть церковь, и, действительно, нет преткновения этому новому Израилю, этим потомкам Авраама по вере, потому что в них исполняется та подлинная любовь к закону, которая есть любовь к самому Богу, есть к Слову Божьему доверие и любовь, есть совершенно неповрежденное доверие к тому, что исполнится сказанное. И мы знаем, как, скажем, на погребениях, ну, скажем, в римских катакомбах надпись, помолились похоронившие своего собрата христиане в какой-то из римских катакомб, и написали «Она жива» или «Он жив». Вот почему нет преткновения и в смерти нет преткновения тем, кто по-настоящему любит Слово Божие. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. В последнем стихе 118-го Псалма 176-м мы читаем «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба ибо я заповеди Твоих не забыл». Это приводит нас, конечно, к Евангелию от Луки в 15-й главе, там, где говорится об отношениях Бога к человеку. Эти отношения к Богу к человеку описываются, как вы помните, тремя притчами о потерянной Драхме, о том, как женщина, потерявшая монету, будет искать выметать пол, пока не найдет, потом созовет соседок, чтобы они порадовали с ней, я нашла потерянную Драхму. И тут очень существенный емкий образ в монете этой, потому что на монете, как вы помните, отпечатывается изображение царя, стало быть, как и человек, является образом Бога, Господа, Господина своего. И не должен быть потерян образ Божий, где-то заваляться во временной праздной жизни, которая кончается ничем, должен быть извлечен из небытия в бытие, из тьмы свет. Это очень выразительная притча. И другой притчей напоминает нам Господь о том, что для него человек. тут мы вспомним сейчас опять с вами Псалом, восьмой Псалом, помните? Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. А вот что отвечает нам Евангелие. Как пастырь оставит девять, рост и девять благополучных овец, чтобы найти потерянную, а потом найдет ее, положит на плечи, принесет и скажет друзьям, как он рад, и они с ним порадуются о найденной овце. Так на небесах говорит Евангелист, говорит Иисус, эти слова придет Евангелист Лука, больше веселья об одном грешке, кающемся, чем о девяносто девяти праведниках. Каждый человек драгоценность, тем более может быть трудная и взыскуемая Богом, чем труднее она достается. Как между прочим и для нас. Самые драгоценные материалы, которые мы изыскиваем из земли, будь то золото или алмазы, они труднее всего и достаются. Но это ладно, не об этом речь. Так вот, и наконец третья притча о сыновстве человека Богу, притча блудным сынем, взыщи раба отвегу, ибо я заповедей твоих не забыл. Спасение человека, знает Давид, не по настойчивости человека происходит, а по любви Бога к человеку, по пристальной любви к Богу, Бога к человеку. Человеку только достаточно не забыть Бога. Овца забыла пастыря, монета это монета, она не знает, что у нее есть заботливая хозяйка. Но вот сын, когда уже третья заповедь поднимается до вот этого образа, отношение человека к Богу как сына, к отцу, но сын может не забыть и опомниться. И по возможностям блудного сына этого и достаточно. Спасти себя самого не может, но захотеть быть спасенным он может, как сказано, опомниться и захотеть. А дальше в меру его смирения он может пойти, приготовляя слова «возьми меня хотя бы в наемники», хотя на самом-то деле для отца сын не может быть не сыном, наемником, рабом, сотрудником, он может быть только сыном. И в сыновство принимается отцом. Идет, потому что доверяет, потому что не может иначе, потому что нет у него жизни вне отчего дома. И та радость, которая от этого вспыхивает, переданная в притч об лунном сыне Пиром, закладанием этого уптанного тельца, и образ этот настолько емкий, что именно его употребляет Иоанн Златоуст, когда торжественно говорит в своей проповеди пасхальной о встрече человека с Богом в воскресении. так вот, радость эта столько могучая, что она, конечно, говорит не просто о каком-то житейском благополучии, в которое возвращается провинившийся сынок. Она говорит о торжестве Бога, что его замысел о человеке. Что есть человек, что ты помнишь его, сына человеческие, что ты посещаешь его, как еще восхищенно говорит Давид задолго до Христа. Так вот, желанный сын для Бога человек. И если Давид произносит «Я заповеди твоих не забыл, поэтому взыщи меня», это так близко к тому, что в Евангелии от Луки переживает заблудший сын, который опомнился, и взыскивающий сына, ожидающий его отец, уже сам выходит за ограду, чтобы обнять этого сына. Вот так утешительно, скажем, кончается Псалом 118, который мы читаем с вами в момент, казалось бы, уже даже и не критический, а, казалось бы, после конечного момента нашей жизни. Так нет же, это момент ожидания совершенной встречи. Вспомни в этой связи послание апостола Петра. «Ибо овцы блуждающие, но возвратились ныне к пастырю и блестителю душ ваших». Так говорит он о всех возвращающихся к Богу, которые уверовали во Христа и приняли его. Как видим, Псалом 118, уже ближе к завершению всей книги, который начинается тем же словом, что Псалом 1, который прикликается со многими другими псалмами этой удивительной книги, он перекликается и, собственно, говорит о том же самом, о чем все священное писание. Можно сказать так, священное писание Ветхого Завета, и уж тем более Нового Завета, корпус текстов довольно сжатый, краткий. Там о многом говорится, и история описывается, если в исторических, так сказать, размерах характеризовать, довольно длительная. Ну что же, конечно, от времен еще Осиро-Милонского царства до начала заката Римской империи, но в этом историческом промежутке совершается удивительное дело. История человечества оказывается в другом внимании Бога к ней. Посходит заря, в которой чуткие души прозревают встречу с самим светом, с самим солнцем. И, как мы говорили, свет всегда тоньше, отдаленно ли он светит или впрямую приближен, так это свет Христов, который просвещает всех, осияет и пророков, и учителей Ветхого Совета, и в какой-то особенной степени псалмопевцы царя Давида. Потому так утешительно, необходимо и для нас питательно чтение Псалтирии. на этом получении окончим сегодняшнюю беседу. До новых встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Псалтирии.